Всем тихой ночи. За последнее время фонд SCP обнаружил еще несколько аномальных организаций и сообществ людей, взаимодействующих с потусторонним. Посмотрим на эти новые группы. В 1982 году фонд SCP совместно с ГОК занимался захватом некой аномальной сущности. На месте случилась настоящая битва с неведомым, в результате которой бойцы ГОК понесли значительные потери, а фонд SCP получил артефакт, помещенный на хранение как SCP-4421. Это украшенный посох с птицей на его вершине. Остальные орнаменты и фигуры, вырезанные на нем, постоянно менялись. Чаще всего появлялись сюжеты, связанные с трансатлантической работорговлей. В том же году в зону фонда, где хранился этот предмет, пришло письмо, в котором говорилось о том, что вещь эта очень важна для сообщества людей, обитающего в месте, называемом Лару Макабр. Послание это было подписано неким человеком, назвавшимся Папа Легба, и в будущем он будет часто общаться с фондом именно таким способом, отправляя письма, написанные в своей довольно необычной манере. Вскоре с этим Легбой удалось организовать переговоры, в результате которых фонд согласился отдать ему объект SCP-4421, в обмен до возможности следовать реальность Лару Макабр. С этого момента фонд может отправлять в это измерение одну из своих МОК, специально созданную для этого, и некоторых ученых. Исследование это приносит свои плоды. Агенты фонда выносят оттуда самые разнообразные аномальные предметы. Например, вот говорящие куклы Вуду, хранящиеся в фонде как SCP-5154. Довольно большую коллекцию предметов того измерения собрал французский филиал фонда. Все эти вещи там хранятся как объект SCP-500F-R. Попасть в мир Лару Макабр оказалось относительно просто. Нужно было найти определенный закрытый магазин одежды в городе Новый Орлеан, и ходить по прилегающему району определенным образом. В этом случае путешественник внезапно обнаружит, что дверь открыта, и он может войти. Само по себе карманное измерение это оказалось достаточно большое. Параллельная реальность по большей части состоящая из болот и глухих лесов, в которых обитают самые разные твари, с непредсказуемыми аномальными свойствами. Посреди всего этого стоит ветхий город, все здания которого выглядят так, будто построены сотни лет назад. Особый интерес для фонда тут представляет рыночная площадь, где собираются существа из самых разных миров, и продают вещи, каждый из которых стоит того, чтобы стать новым объектом SCP. К слову, объявление о продаже таких предметов и служит основным источником информации об этом мире. Каждое такое объявление добавляет еще один кусок пазла от общей картины болотного измерения. Кроме объявлений на рыночной площади, тут интерес представляют разные местные жители. Например, тот же Папа Легба, который является местным правителем с достаточно размытыми полномочиями. Можно сказать, вождь. Судя по некоторым деталям в его речах, скорее всего он является бывшим странником с библиотеки странников. В остальном тут живут как обычные люди, так и бессмертные алхимики. Есть вот даже самогонщик, продающий свою продукцию с потусторонними свойствами на базарной площади. Обитают тут и древние божества, принявшие человеку подобную форму. Например, знаменитый барон Самеди, один из главных духов культа Вуду. Кроме того, в городе есть и свой саркетистический культ под названием Ложа темной воды. Почти все члены которого из небольшого африканского народа Акан, оказавшегося в Америке во время атлантической работорговли. Собственно, саркетисты, разбредающиеся из Лару Макабр, стали для фонда SCP главной неприятностью. Некоторые последователи культа голода, вышедшие из этого измерения, достаточно мирные. Как, например, небольшая деревня с населением 45 человек, охраняемая в качестве SCP-4476. Другие же доставляют тайной организации проблем. Представители Ложи темной воды создавали фонду столько неприятностей, что в итоге организации пришлось поставить на содержание вход в болотный мир, как отдельный объект, под номером 5038. Это, конечно, не значит, что с тех пор мир Лару Макабр изолирован, потому как он представляет собой очередной перекресток миров, как та же библиотека странников или Алагада. На рыночной площади там иногда можно увидеть плакаты, сообщающие о новых выступлениях призрачного цирка Германа Фуллера. На пропахших болотной тиной улицах можно встретить разных анартистов. Из организации теперь всё путём. Сюда также заходят представители культа механ. Фонд SCP закрыл лишь наиболее прямой переход сюда в обычный мир. Но открытыми остались сотни других. Однажды фонд SCP столкнулся с новым явлением – сущностью кошки, появляющейся на корабле, которому суждено затонуть в ближайшем будущем. Явление это теперь записано в базе данных фонда, как SCP-5679. Объект вроде бы достаточно обычный для фонда, но сотрудники организации обнаружили, что такой уже описан в документах одной старинной транспортной компании под названием «Необычный груз». Изучая записи по поводу этой компании, агенты фонда наткнулись на тайник, в котором лежала небольшая коробка. Она обладала необычным свойством. В неё помещались вещи, во много раз более крупные, чем сама коробка. Так что этот предмет лежит в камере номер 6529 в фонде SCP. Внутри маленьких ящичков объекта оказалось множество старинных писем и рисунков работника того самого необычного груза. В этих письмах история о том, как корабль, полный аномальных предметов, застрял во льдах. А ещё там описывается появление полукошки Джози. Собирая документы по поводу необычного груза, фонд узнал, что задолго до основания фонда SCP внутри восточно-индийской компании существовала комиссия по необычным грузам, управляемая человеком, известным как Этаниэль Тревор. Она собирала и хранила разные предметы с необъяснимыми свойствами. Короче говоря, у нас тут старинная версия фонда SCP с парусными кораблями и морскими чудовищами. Поиски информации об этой организации привели агентов фонда к ещё одному объекту. Недалеко от Сиерра-Леона был найден старинный корабль, будто бы путешествующий в океане сам по себе. Когда корабли фонда приблизились к нему, стало понятно, что это необычный корабль-призрак. Внутри древнего парусника живёт агрессивная сущность со множеством щупалец. В базе данных фонда она записана как SCP-3946. Монстр был побеждён достаточно быстро, после чего объект затонул. Водолазы фонда нашли на корабле бьющееся сердце, а также извлекли из каюты капитана сундук со множеством документов. Эти документы описывали то самое вечно бьющееся сердце, которое, если попадает в морскую воду, начинает быстро расти, пока не станет монстром, способным захватить корабль. Ещё там были дневники капитана, описывающие случившееся на корабле нарушение условий перевозки груза, в результате которого монстр вырвался на свободу. Вчитываясь в пожелтевшие письма, работники фонда нашли ещё несколько предметов. Например, вот SCP-4461. Объект выглядит как мяч, сделанный из нескольких слоёв кожи и набитый песком. Он несёт в себе довольно необычную меметическую угрозу. Когда человек, занимающий любой управляющий пост, узнаёт о свойствах объекта, он начинает работать всё хуже, пока не становится полностью неадекватен в качестве руководителя. Комиссия необычных грузов хранила его в сундуке, зарытом на одном из островов. А когда фонд заполучил предмет, он также решил его спрятать в неизвестном месте, а руководителем проекта назначил одного из уборщиков учреждения. Некоторое количество вещей, записанных в бумагах необычного груза, найдены не были. Например, вот боевой корабль, способный действовать без единого человека на борту. Или подросток, кровь которого на открытом воздухе превращается в крепкий алкоголь. До наших дней он, вероятно, и не дожил. Однажды странный человек подошёл к телефонной будке и бросил в неё мешок. Вроде бы событие не то чтобы очень необычное. Вот только эта телефонная будка была тайным входом в зону 313 фонда. А в мешке лежал кинжал, сделанный из неизвестного науки материала. Сам клинок никогда не тупится. Но что более интересно, человек, держащий его в руке, демонстрирует качество, сравнимое с олимпийскими чемпионами. Некоторые сдержавших клинок начинали слышать голоса. На следующий день на почтовый сервер зоны 313 пришло письмо. Судя по всему, написанное одним из членов группы аномальных людей Длань Змея. А точнее, движение Лас Виберас, связанного с Дланью. В письме был пересказ истории о легендарном мечнике. В легенде упоминаются Вальравны, вороны из датской мифологии, способные принимать облик рыцаря. Возможно, этот подарок со стороны Длани Змея был предупреждением фонда на тему того, с чем организации предстоит столкнуться. Вскоре агентам фонда начали поступать тревожные сообщения. Где-то в Центральной Америке время от времени происходят аномальные инциденты, описать которые никто не может, потому что все свидетели оказываются мертвы. Агент организации, посетивший место события, сообщил, что выглядит так, как будто нечто вылезло из земли и убило всех жителей каждого из затронутых поселений. Все эти поселения объединяло то, что в них жили сторонники упомянутого движения Лас Виберас. В итоге разведчики фонда нашли в ближайших джунглях достаточно крупного робота, являвшегося не только продуктом технологии, но и темной магии. Он мог производить безликие человекоподобные фигуры, похожие на воинов Древней Греции. Они и расправлялись с населением этих деревень. Устройство, конечно, странное, потому теперь оно SCP-6038. Но более важно, что это хитроумное устройство было создано организацией Warwin Corporation, аномальные военизированные группы, активные в странах третьего мира. Чем же они отличаются от повстанцев хаоса, например? По большей части тем, что работают за деньги, и занимаются тем, что воюют по заказу правительств разных стран третьего мира, как правило, занимаясь подавлением восстаний. При этом эта группа за деньги или какую-то другую выгоду для себя, готова договариваться с кем угодно, ведь у них нет какой-то определенной идеологии или моральных ограничений. Одно время фонд SCP пытался сотрудничать с этой организацией, и даже получил от нее несколько ценных аномальных предметов, но это не продлилось особенно долго. Корпорация Warwin занималась многими темными вещами, и не понравилась организация и инициатива Три Луны, которая уничтожила одну из баз корпорации полностью. А так как Три Луны – это союзная фонда-организация, дальнейшие отношения с корпорацией можно назвать сложными. В целом, корпорация Warwin – это группа людей, совмещающая высокие технологии и аномальные вещи. Как это уже делает Андерсон Работикс? Они действуют в странах Третьего мира, как повстанцы Хаоса, и делают все за деньги, как МКИД. Что же в ней принципиально особенного и необычного? Что могло бы отличать их от других организаций мира SCP? Наверное, только упоминание о скандинавской мифологии, которая ни к чему особенному не ведет. В общем, эту организацию я как-то не понял. Такие вот аномальные группы за последнее время обнаружил фонд SCP, исследуя скрытый мир всего, что нарушает законы привычного, нормального мира. Агенты организации продолжают следить за нормальностью, и наверняка найдут еще много интересного и странного. А пока, всем пока!